Название отделения, которое расположилось в здании рядом с Великоузской ЦРБ, говорит само за себя. Здесь помогают прийти в чувство тем, кто находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Людей сюда доставляют полицейские патрули, но за помощью можно обратиться и самостоятельно. Посетители обеспечивают сменным бельем, пижамой, майкой, трусами. Предоставляют душ, кровать отдельно в мужском и женском отделениях. Всего на базе учреждения имеются 7 спальных мест. Также здесь оказывают медицинскую помощь и выдают питьем. Помимо этого учреждение обеспечивает сохранность ценных вещей поступивших граждан. Наше подразделение было создано на базе бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области, Вологодский областной психохранительный диспансер номер 2, находящийся в Великом Устеге на улице Красной, 117. Наше подразделение находится по адресу Великий Устег, Советский проспект, дом 30. Подразделение было создано согласно требованиям Департамента здравоохранения Вологодской области 1 марта 2024 года. Нас набран штат, медсестер, помощников по уходу, юных технических служащих, костылянши, уборщиков прилегающей территории. В этом здании имеются помещения для оказания услуг посетителям. В то же время у нас есть, обеспечивается физическая охрана, охрана, осуществляет охранник частного охранного предприятия. Для обеспечения безопасности как посетителей, так и работающих здесь работников. Есть технические средства охранника, тревожная сигнализация частного охранного предприятия. В настоящий момент пока слишком военных посетителей у нас не было, к счастью. Но в то же время у нас, что касается безопасности, все соблюдено. У нас разработан паспорт безопасности на медицинское учреждение. Данный объект соответствует всем требованиям, предъявляемым нормативными документами к объекту здравоохранения. Полицейские могут забирать из общественных мест вытрезвители людей в алкогольном и наркотическом опьянении, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Вытрезвители также могут забирать граждан из собственного жилья, если есть основания считать, что они могут нанести кому-либо вред или испортить имущество. Кроме того, человека могут забрать по письменным заявлению тех, кто находится вместе с ним в доме. После приема доставлены или обратившиеся лица, мы проводим первичный медосмотр, также собираем жалобы, визуальный осмотр одежды, телесные повреждения какие-то, что-то, если на теле есть, и оценку сознания. Мы все записываем, также вещи свои у нас, все ценности все оставляет, мы все под под акт, все убираем, пока он находится здесь в нашем учреждении. Мы убеждаемся, что он у нас в алкогольном обстепенении и пишет, подписывает согласие. Без подписания согласия мы его взять не можем. Он подписал согласие, мы посмотрели, убедились, что он не нуждается в медицинской помощи. И мы его попрепровождаем в комнату, где у него индивидуальная кровать. Есть у нас палаты мужские и женские, отдельно его. И ведется наблюдение за ним у нас каждые 15 минут. Мы проверим, ходим или медсестра, или помощник, например, у нас ходит, проверяет. И все записывается в актах. Все это записывается. Все фиксируется. Также на камере у нас охранник смотрит. И вот мы смотрим состояние. И там смотрим ее пульс, там что-то, как он дышит. Услуги по естественному вытрезлению гражданам здесь оказывают на безвозмездной основе. Ими воспользовались уже 58 мстюжан. Добавим, что учреждение создано на базе психоневрологического диспансера согласно требованиям регионального департамента здравоохранения. Ксения Смирнова, Антон Карев, телеканал «Русский Север».